Приветствую вас, и вы знаете, если обобщить то, что вы написали, то можно сказать, что вы чувствуете себя виноватой за то, что не знаете, сильно ли вы качали дочь или нет. Я вот, кстати говоря, не очень понял момент, связанный с этим. А именно, я не очень понял момент, когда вы говорите, что меня вот спрашивали, сильно ли я качала дочь, а сказала, что нет. И вот я не очень этот момент понял в том плане, что как надо было покачать, сильно или не очень. Вот этот момент, он как-то вот остался, если честно, за грани. То есть я его не понял. Но, в любом случае, получается так, что вы обвиняете себя за то, чего вы не знаете. И мой к вам здесь будет тоже вопрос. Мой к вам будет здесь такой, даже не столько вопрос, сколько, наверное, запрос. Вот. И он будет звучать так. Как вы и почему вы обвиняете себя, значит, как вы можете обвинять себя в том, что вы не могли знать. Как вы можете обвинять себя в том, что от вас, по сути дела, не зависело никак. Как вы можете в этом себя обвинять. И вот вопросы, они именно к вам у меня вот такие, эти вопросы, и я хотел бы, чтобы вы на них постарались сами для себя хотя бы, ну хотя бы, ответить. Потому что они, эти вопросы, они достаточно важны, как это видят мне. И если вы хотите для себя решить эти аспекты, если вы хотите для себя, я бы так сказал, может быть, навсегда, избавиться от чувства вины, да? Если вы хотите избавиться от чувства вины, то тогда думаете мне, что вам нужно будет поработать в первую очередь именно с этим аспектом. То есть, почему вы винили себя за то, чего вы не знали и, в принципе, знать вообще не могли. Вот. С тем связана подобная ваша позиция, позиция. Вот. Это вот, на мой взгляд, является важный момент в данной ситуации. Вот. Далее. Чувство вины ваше, оно, ну, не могло прийти одно. То есть, оно не могло взяться само по себе из ниоткуда. Чувство вины. Чувство вины. Оно, у вас, чувство вины, это было, наверное, всегда. То есть, вы еще до того, как это произошло, уже чувствовали себя виноватым в чем-то. И чувство вины, это всегда определенное такое, я бы сказал, может быть, наследие родителей, которые те оставляют нам, если мы там делаем что-то не так. Чувство вины, это всегда предельно наших родителей, если мы делаем что-то неверное, так как они, например, от нас ждут, если мы делаем не так, как они от нас хотят. Вот. Ну и, соответственно, соответственно, вопрос к вам, какие у вас были отношения с родителями и почему вы так болезненно реагируете на то, чего, например, не могли, никак не могли знать. То есть, откуда у вас такая вот интересная, я бы даже сказал, немного веселая позиция по отношению к своей ответственности. Почему у вас нет как такового разграничения своей ответственности и ответственности там, ну, например, других людей. И вот почему так? Почему нет ответственности, нет разграничения ответственности, вот, пожалуйста, постарайтесь об этом подумать, это очень важный момент на самом деле. И с чувством вины на самом деле нужно работать и работать более, так скажем, более активно, вот, потому что, ну, чувство вины оно само по себе никуда не денется. Оно идет, как правило, из занятий на самооценке, из скрытого, не всегда явного направления в сторону подвержения манипулированию собой со стороны, ну, например, тех же родителей и так далее. Вот, то есть, это определенная система ценностей, которая вам, как вот мне это видится, довольно-таки мешает жить и довольно-таки усложняет жизнь. Ну, и, собственно, как я уже сказал, разграничение ответственности очень-очень-очень вам необходимо. То есть, это прямо вот то, что нужно с ограничением ответственности, это прямо вот то, что, то, чем вам нужно прямо сейчас уже заниматься. Вот, а в противном случае ситуация, боюсь, выйдет под контролем. Ну, то есть, будет еще больше выходить из контроля, чем это есть сейчас. Вот. Другой вопрос у меня, ладник, к вам. Вопрос такого характера. Вы говорите, что дочь моя может, значит, у меня спросить. Она может у меня спросить, а вот, что было, и что я ей скажу, и как вообще я буду с ней, она будет обвинять меня в том, что я вот такая плохая, да, ну и так далее. И вот здесь тоже, на мой взгляд, очень важный момент. Почему вы считаете вообще, что дочь ваша о чем-то вспомнит? Почему, почему вы считаете, особенно, если, как вы сказали, если, как вы сказали, что у дочери ваша все в порядке, то есть никаких проблем со здоровьем нет, все чудесно, да? Почему она обязательно должна вспоминать, а то, что произошло. На чеках основаны ваши такие вот, ну, если угодно, убеждения, да? С чем они связаны? Это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что именно на этом моменте, ну, тоже могут встретиться определенные проблемы, да? Вот. Далее, далее. Вы говорите о том, что у вас не было помощников, вы говорите о том, что вы были совсем одна, и здесь лично я вижу, опять же, век от ответственности. Понимаете, то есть человек, который, человек, который, вот, как-то, знаете, осознанно или нет, пытается обвинить других людей в чем-то, даже если он это делает, ну, вот, как-то, знаете, даже если он это делает, я бы сказал, неосознанно, да, даже если он это делает, не по желанию. Человек, который это делает, он склонен к тому, что он берет ответственность за то, что ему, вообще-то говоря, не принадлежит. Он берет ответственность за то, что к нему вообще не относится, да? Он берет ответственность за то, чего вообще его не касается, даже. Для чего? Для чего? Чтобы тем самым оправдать определенное свое отношение к самому же себе. Понимаете, какая получается нехорошая, здесь очень, ситуация. То есть вы, подсознательно, бежите от своей, своей же ответственности, возможно. Ну, от ответственности, возможно, вы бежите за себя. От ответственности вы, возможно, бежите за свою жизнь, да? Вот. И отсюда тоже чувство вины. Поэтому за всем этим вам нужно работать, и я полагаю, что имеется смысл выбрать эксперта на нашем ресурсе, и уже более приватно с ним об этом поговорить. На этом все. Надеюсь, кому к вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!